Музыка Его назвали Чупакаброй. Неизвестный хищник уничтожил около полусотни домашних питомцев в микрорайоне ДРСУ. Сразу несколько нарушений было выявлено в ходе проверки пассажирских автобусов на предмет безопасности. Возгорание с ущербом. Детский сад номер 5 восстанавливается после небольшого пожара. Здравствуйте! В эфире новости Багучанского телевидения. В студии Александр Мажеванов и теперь обо всем более подробно. Усадьбы жителей Багучан подверглись нападкам неизвестного хищника. Он истребляет домашних животных, кроликов и кур. Владельцы животных несут убытки, а зверь не пойман и даже не опознан. Продолжение темы в материале Екатерины Родченковой. Собака не может так сделать. Росомаха побоялась бы собак. Лает собаки. А это, смотри, тварь выловила. 37 кроликов выложила. Все надкушены и лежат. Ты понимаешь? А зубы чьи? Ну вот надкус есть, кровь выпита и все. Грустная история для хозяина усадьбы Георгия Рукасуева началась еще 10 дней назад. Тогда зверек уничтожил практически все поголовье кроликов. Из 40 в живых осталось лишь 3 крольчонка. Сюда вот залезло, здесь сидели кролики у меня в клетках. Она всех из клеток вытащила. И вот сюда рядом сложила всех. На этом свои вылазки хищник не закончил. Прошлой ночью непрошенный гость снова совершил свой визит в хозяйство Георгия. В результате в живых ни одной курицы. Надо полагать, что зверь сильный. Это видно по изогнутым дверям и следам когтей. И куры, и кролики надкушены со спины. Приусадебный участок хозяина прилегает к лесной зоне. И это дает ему основания думать, что ночной хищник приходит именно оттуда. Сегодня Георгий, имея большой стаж охотника и хорошо знающий повадки обитателей тайги, ломает голову, что же это за зверь. В интернет зашли, посмотрели, только она, больше никто не может так сделать. Больше никто не может так делать. Собака так никак не выломает дверь. А медведь? Ну медведь бы не пришел, потому что собаки лавят. И он бы все разворотил? Он бы все разворотил. Потом бы он утащил хоть одного кролика. А то все кролики целые, все надкушенные. И все лежат. Все сложены в ряд, как человека. Ущерб понесли и соседи Георгия, живущие рядом. В эту же ночь хищник побывал и у них. Из 18 остаться в живых не удалось ни одной курицы. Сегодня у жителей улицы Терешкова версий о том, кто же совершает ночные вылазки, много. Начиная от малоизвестного зверя чупакабры до банальной собаки. Чтобы выяснить, что за зверь уничтожает домашних животных, мы показали одну из кур богучанским ветеринарам. Ветеринары склонны думать, что это все-таки не собака. Ну, то есть вы тоже не можете определить? Нет, конечно. Ну, похоже это на собачьи зубы, нет? У собаки ширины, но пасть-то будет. Опять смотрят, какая собака. Захват. Открывает шире. Нам же остается посоветовать богучанцам, усадьбы которых прилегают к лесу, укрепить помещения для содержания домашних животных и проведать их ночью, когда лают собаки. Ну, а Георгий планирует установить видеорегистратор, чтобы спасти оставшихся кроликов. Екатерина Роченкова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». С 20 июня избирательная комиссия муниципального образования «Богучанский район» начала принимать документы кандидатов, которые намерены участвовать в выборах депутатов Богучанского районного совета 5-го созыва. Одними из первых документов комиссию сдали единороссы. До окончания приема документов кандидатов осталось совсем немного времени. Прием закончится в 18 часов 3 августа. На территории Богучанского района образовано 12 одномандатных избирательных округов. В каждом округе работает окружная избирательная комиссия. Округ номер 1, окружная избирательная комиссия, находится в поселке Ангарский. Округ номер 2, в поселке Пинчуга. Округ номер 3, 4 и 5, это «Богучаны». Полномочия данной комиссии исполняет избирательная комиссия муниципального образования. Она находится в здании района администрации. Округ номер 6, это поселок Шиверский. Округ номер 7 и 8, также эти полномочия исполняет избирательная комиссия муниципального образования. Округ номер 9 и 10, это поселок Чунояр. Округ 11, поселок Осиновый мыс. И округ номер 12, поселок Неванка. Избирательные комиссии работают в рабочие дни, осуществляют прием документов с 17 часов до 18 в основном. Но у некоторых комиссий есть свои особенности работы. И режим работы окружных комиссий размещен на сайте Богучанского района. Также окружные комиссии осуществляют прием документов и в выходные дни, в субботу-воскресенье, с 10 до 2 часов в среднем. Но нужно посмотреть на объявление, размещенное на сайте. Кто из кандидатов уже представил документы и когда эти документы проверят и когда состоится регистрация первых кандидатов? На сегодняшний день документы по одномандатным избирательным округам уже представили такие партийные объединения, как Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ. Также предоставлен для рассмотрения список по общетерриториальному избирательному округу от партийного объединения «Единая Россия». На сегодняшний день членами комиссии осуществляется проверка достоверности сведений, указанных в заявлениях о кандидатах. Ориентировочно, я так думаю, где-то 3-4 августа уже будут приняты первые решения о регистрации кандидатов. В Богучанах идет проверка пассажирских автобусов, работающих на междугородних и межпоселковых маршрутах на предмет безопасности. Связано это с трагическими происшествиями на дороге в Балахкинском и Козуйском районах, уникших жизни 22 человек. Дорожные аварии произошли с небольшим промежутком во времени, а автобусы принадлежали одному предприятию. Что показала проверка автобусов и как к этому отнеслись водители в материале Евгения Шамренко. Площадь автовокзала, откуда выходят автобусы в разные уголки района и в город Красноярск. Час пик, автобусы подходят и отправляются один за другим, но некоторым пришлось задержаться для проверки. В связи с крупными дорожными авариями, в которых погибло 22 человека, в Красноярском крае проводится большая проверка всего пассажирского транспорта. Пока госинспектор работает с документами, пассажиры с пониманием ожидают отправки рейса. Все это делается для нас, для пассажиров. И, конечно, мы пассажиры даже рады, что должны эти проверки все делать. Потому что такое шокирующее происшествие. Столько ведь никогда раньше не было в смерти. А проверки надо проводить постоянно, а не когда люди погибли. Я так считаю. Конечно, нормально, нормально. Я отношусь к проверкам. В результате осмотра автобуса выявлены нарушения. Водителя приглашают для составления протокола. Тем временем подходит следующий автобус. И здесь также нарушения. А почему кнопка не сработала? Аварийный выход. Осмотр продолжается. На место проверки прибыл механик предприятия и руководитель. Вы будете исправлять нарушения? Да, будем исправлять нарушения. Мы уже исправляем. Проводится часть, не часть проводятся какие-то мероприятия. Проводится работа с личным составом. Проводится работа с медиками. Проводится работа с диспетчерами, с водителями, с механиками. По устранению недостатков. Выявленные недостатки водители устранили на месте. Потребовалось время, но автобусы отправились в путь. Подождать гораздо дольше пришлось пассажирам междугороднего микроавтобуса. Направлением Богуча на Красноярск. Здесь также было выявлено нарушение. Для разбирательств водителю пришлось проехать в отдел ГИБДД. В целом, в ходе проверки среди распространенных нарушений отмечены такие, как отсутствие тахографа, аптечек, просроченные полисы ОСАГО и некоторые технические неполадки автобусов. Кто отвечает за перевозки пассажиров, хотелось бы обратиться к ним, чтобы проверяли досконально транспортные средства. Это тормозную систему в обязательном порядке перед выпуском на линию. У водителя на состояние опьянения, а также на болезни какие-либо отклонения по здоровью, чтобы медработники внимательно относились к данным перевозкам. И также проверяли документацию при выпуске на линию, чтобы все было исправно. Подобные проверки продолжатся. Что касается автобусов рейса «Богучан» и «Красноярск», они проходят аналогичные осмотры в Красноярске, так как принадлежат городскому предприятию. Руководители, работающие на пассажирских перевозках, должны также провести свою работу, оценку правопригодности водителей и организовать с ними внеплановые инструктажи. В детском саду номер 2 на прошлой неделе произошло возгорание. Пожарные отреагировали быстро, и огонь не успел причинить серьезного ущерба. Но ущерба могло быть еще меньше, если бы у пожарных была возможность как можно быстрее приступить к тушению огня. Подробности в следующем сюжете. Галина Симонова, заведующая детским садом, вспомнит утро, когда случилось возгорание в подробностях. Ведь не каждый день под угрозой находится большое учреждение. Ну все пришли на работу, садик с полвосьмого работает, и где-то минут так без двадцати щиток этот затрещал. То есть началось возгорание. Ну сразу приняли меры, вызвали пожарную часть нашу, отзвонились. Они где-то минут через пять они приехали. Сюда и началось вот это. Но задымление началось, поэтому садик было как бы в это помещение пройти невозможно было. Сильное задымление не позволяло подойти к очагу возгорания, чтобы самостоятельно погасить пламя. Поэтому оставалось только дожидаться пожарных. По словам заведующей детсадом, пожарные прибыли очень быстро. Не прошло и пяти минут после звонка. Только вот приступить к тушению огня сразу же не получилось. 23-го в 7.59 к нам поступил сигнал о загорании в детском саду микрорайона ГРСУ. Прибыло пожарное подразделение, но в связи с тем, что электричество не было отключено, приступить получилось только через 20 минут. Но за это время пожар как бы расширился до 15 квадратных метров. После отключения, через 20 минут, как я уже сказал, пожарные приступили к тушению. И в течение 20-25 минут пожар был ликвидирован. Как говорит начальник пожарной части, сразу же применить средства пожаротышения было нельзя. Сильные электрические разряды на месте щитка могли привести к травме или гибели пожарного. Однако директор сетевой компании говорит, что отключили электричество вовремя. Мы получили в 8.30 все записи переговорные, все подняли, всех объяснительные сразу. 8.03 получили, 8.15, 8.14 мы отключили. Но нам же ехать надо пока до подстанции. От нашей базы до подстанции. Все нормально. В течение 10 минут мы все отключили. На пожаре на счету каждая минута, ведь пламя, особенно в деревянном здании, может распространиться очень быстро. К счастью, пожарные успели ликвидировать возгорание быстро и особого ущерба детский сад не понес. Из бюджета администрации Бугучанского района на устроение последствий возгорания было выделено 175 тысяч рублей. Ремонтные работы сейчас идут полным ходом. Важно помнить, нельзя поддаваться панике. Если не помогают подручные средства пожаротушения, то обязательно звонить на знакомый всем с детства номер 01. Ну а пожарным важно обязательно иметь необходимое диэлектрическое оборудование, чтобы сократить драгоценное время и не зависеть от других структур. Также очень важно регулярно проводить в детских учреждениях тренировки по пожарной безопасности. Все это позволит сберечь не только имущество, но и жизнь наших детей. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны». Лето – пора активного отдыха и, конечно, купания. Отдых на воде – это огромное удовольствие и для детей, и для взрослых. Одновременно это развлечение и закаливание для организма перед долгой зимой. Но находясь у водоемов, люди порой расслабляются так, что забывают об элементарной безопасности. На водоемах Красноярского края в этом году погибло уже около двух десятков человек. От 3 июля в нашем крае было зарегистрировано сразу пять трагических случаев на воде. Как получать от сезона купания – только радость в сюжете Евгении Шамренко. Лето – отпуск. Далеко не каждый житель района может выехать на отдых к морю, поэтому приходится радоваться тому, что есть. Непригодной для купания стала ангара, но любителями поплавать найдено новое место для отличного отдыха. В этом году на реке Иркенеевке в жаркую погоду насчитывают до 200 машин, отдыхающих несколько сотен. Люди приезжают сюда с палатками, жарят шашлыки, купаются, словом получают удовольствие. Очень нравится. Вода прекрасная, теплая. Природа очень красивая. Красивые виды, теплая вода и мошки удивительно, но нет – ветер обдувает. Место для отдыха на самом деле отличное. Река Иркенеевка уже несколько лет стала любимым местом для отдыха не только для жителей деревни Иркенеевка и поселка Артюгина, но и для жителей всего Богучанского района. Сюда приезжают издалека, чтобы искупаться и насладиться видами природы. Но, находясь на отдыхе, необходимо помнить и о безопасности на воде. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, ведь спасательные службы далеко отсюда. Статистика этого купального сезона трагичная. Около двух десятков погибших в водоемах на территории Красноярского края, среди которых есть как взрослые, так и дети. Иркенеевка, в частности, река мелкая. Но не стоит забывать, что это не пляж, а стало быть, небезопасно для купания. Особое внимание должно быть к детям. То, что мелко – это безопасно. Но ребенку хватает и мелкого, конечно, чтобы мало ли что. Надо смотреть глаз за глаз. То есть отдых получается с небольшим напряжением за детьми смотреть. Самое лучшее для безопасности детворы, которые, безусловно, хочется порезвиться в воде, это не спускать с них глаз, а лучше проводить время в воде вместе с ними, чтобы помочь в любую минуту. Не заплывать далеко, не купаться в нетрезвом виде и не нырять в незнакомых местах – это, казалось бы, прописные истины, однако ими нередко пренебрегают. Как опасное место на Иркенеевке, можно отметить и на плавной деревянный мостик, с которого нырнула ни одна машина. И, тем не менее, здесь продолжают лихачить. Потом страдают и сами водители, и жители поселка Артюгина. Мы местные жители, здесь проживающие, мы бережем этот мост, потому как для нас это линия жизни. Если не будет моста, значит, мы остались без связи с районом. Но вновь приезжие люди, которые приезжают здесь отдыхать, они не берегут наш мост. По пять машин одна за одной встают по мосту, значит, едут, несмотря на то, что у нас стоят здесь знаки, две с половиной тонны всего, они не понимают и не боятся, что трос может лопнуть и мост может уплыть. Не прошел даже месяц, а мост уже вынуждены ремонтировать, иначе бы передвигаться по нему было крайне опасно. Отправляясь на отдых, помните правила безопасности, соблюдайте их, и тогда пребывание у воды принесет вам только радость. Евгения Шамренко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» Богучаны. В первый день этой недели в районной администрации прошла очередная 51-я сессия районного совета депутатов. Был заслушан доклад по итогам работы за полугодие Межмуниципального отдела МВД России «Богучанский», а также рассмотрен ряд вопросов, связанных с изменением структуры администрации Богучанского района. Очередная 51-я сессия районного совета депутатов началась с отчетного доклада начальника Межмуниципального отдела МВД России «Богучанский» по итогам работы за первое полугодие этого года. Стартизационно мы подводим итоги первого полугодия, анализируем причины, недоработок и ставим перед собой новые задачи. В отчетном периоде нами привезли ряд организационных и практических мер, направленных на совершенственные работы отдела МВД России в Богучанском районе. Совокупность принимаемых мер позволила по итогам первого полугодия не только сохранить ранее достигнутые положительные тенденции, но и по ряду направлений повысить стратегивность работы органов внутренних дел. По общей оценке деятельности Главного управления МВД России по Красноярскому краю за 6 месяцев текущего года отделы МВД России по Богучанскому району занимают 7 место среди 36 отделов. Снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, нанесение тяжкого вреда здоровью, незаконного ношения и хранения оружия. Увеличилась раскрываемость краж. Также вырос процент раскрываемости в сфере незаконного оборота наркотиков. Начальник отдела полиции подробно доложил об успехах коллег. Отметил те направления, где еще предстоит усилить работу. Свои вопросы задали депутаты и глава района. Прочтение по линии МВД это... Я понял, никак не приснется. Никак не приснется. То есть участковых у нас не будут прекращать? Нет. Очень много нареканий от населения, глав, перед депутатом из-за того, что нет участковых пособий. А даже если там у кого-то почестливо, так сказать, то они их практически не видят. Видят, может, один раз в день. Ой, в неделю. Потому что участкового нет на месте. По разным причинам. Как мы этот вопрос не решаем? Потому что надо решать. Конечно, надо. Он решается, этот вопрос. Участковых у нас хоть и комплект полностью, но у нас пять участковых это лица, которые написали рапорта на увольнение. в настоящее время не отбудут свои отпуска за 2009, 2010, 2011 годы. Значит, при увольнении их, естественно, они будут все укомплектоваться. В структуре участковых уполномоченных отдела 16 человек, чего, по мнению депутатов, недостаточно. Но при формировании участков идет расчет 3000 человек на одного специалиста. При этом расстояние, увы, не учитывается, так же, как присутствие на территории района большого количества бахтовиков. Но это вопрос уже не к начальнику отдела, а к вышестоящему руководству. Далее по повестке были озвучены вопросы, связанные с изменением структуры администрации Богучанского района, в том числе об отставке главы администрации района. Эта должность упразднена. Евгения Шамринко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». А сейчас настала время рекламы. Она будет короткой. Не переключайтесь. Восемь из десяти пожаров в лесу происходят по вине человека. Хотите получать социальные гарантии? Не соглашайтесь на зарплату в конверте. Не лишайте себя права на безопасный труд, отпуск, оплату больничного, будущую пенсию. Скажи «нет» зарплате в конверте. Телефон горячей линии 22 518. Магазин «Наш дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус. А доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давито мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7 М. ООН 333-50. Мы ждем вас! Актуально. Оперативно. Объективно. Качественно. О людях. И для людей. Великампания «Спектр Богучаны». 25 лет в эфире. Хотите порадовать любимых неожиданным сюрпризом? Услышать свое поздравление в эфире? Программа «Музыкальная открытка» поможет вам в этом. Обращайтесь по телефону 22-766 или 21-202 и ваше признание или поздравление увидит весь район. Каждый четверг музыкальная открытка. В нашу телекомпанию обратились жители районного центра с вопросом о законности установки ограждения на береговой зоне реки Ангара. Мы проехали в указанное место, чтобы встретиться с хозяином участка и узнать, есть ли у него все необходимые документы на этот участок. Подробности далее. Найти участок, огороженный забором, не составило труда. Нас сразу же встретил хозяин промышленной базы Зайнди Берсанов. Он показал нам свой участок и метки, где кадастровые инженеры определили границы расположения участка. Также он рассказал нам о том, по какой причине решил построить в этом году забор, ведь раньше здесь можно было спокойно пройти по участку. Культура поведения отдыхающих людей действительно иной раз заслуживает критики. Но все же мы попросили его показать документы на участок, чтобы удостовериться. На самом ли деле граница участка примыкает вплотную к Ангаре. По документам сразу стало видно, что земля отведена до самого берега. Вы попросили, подъехали, так и так вот, можно проехать на берег. Все знают, что здесь это уже частное собственность. Все знают. Также мы решили обратиться в официальные органы с просьбой уточнить, можно ли поставить забор в таком месте. Официальный ответ – да, можно, если он и выходит за границы участка. Разрешение на строительство административных зданий производственных объектов также были получены. Разумеется, лицо, которое имеет этот участок, юридическое лицо или частное лицо, совершенно на законных основаниях имеет право оградить свою собственность. Если перефразировать известную пословицу, то можно сказать, в чужой огород со своим мусором ходить нельзя. А если уж захотелось отдохнуть культурно именно на этом участке, то лучше просто попытаться найти общий язык с хозяином, и тогда проблема перестанет существовать. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». А лето для студентов пора особенная. Необходимо хорошо отдохнуть, набраться сил и положительных эмоций. Каждый это делает по-разному, а вот выпускники танцевального ансамбля «Радуга» спешат на репетиции, чтобы провести время с друзьями и своим любимым педагогом Татьяной Алтуховой. Здесь они отдыхают душой и получают заряд энергии перед началом учебного года. Идет вполне обычная репетиция ансамбля «Радуга» с тем отличием, что в группе сразу несколько юношей и девушек, выпускников прошлых лет. Все они, приезжая на летние каникулы в Богучан и стремятся прийти сюда, где занимались много лет, где прожито много эмоций, отработано множество танцев и где их ждут и помнят. После выпуска из ансамбля из школы их судьба складывается по-разному, но всех объединяет танец и руководитель ансамбля Татьяна Алтухова. Выпускница Алена Седых живет и учится в Санкт-Петербурге в Политехническом институте и по-прежнему любит танцы. Просто это место не отпускает, отсюда невозможно уйти. Я специально на майских праздниках было три дня, я приезжала на концерт, потому что был юбилей ансамбля, 25 лет. Это мероприятие очень было сложно пропустить, мои родители меня поняли, потому что это частичка меня, и я отсюда уйти просто никак не могу, неважно, сколько мне лет и где я живу. Провести каникулы с удовольствием и пользой – главная задача студента. Ребята ее успешно выполняют. После выпуска поступила в Политехнический институт Сибирского федерального университета, продолжаю сейчас учиться, третий курс закончила, часто приезжаю в Бакучан и всегда выхожу к Татьяне Вениаминовне, в «Радугу». Это вторая семья. Очень много дал коллектив мне, именно жить в семье, работать в коллективе. Сейчас я поступаю в ВУЗы, то есть известно будет еще через неделю только, но пока вот в ожидании нахожусь. Недавно вот выпустился с «Радуги», и вот этот лето, как бы мы встречались иногда, то есть и выступления делали. Но приходить всегда приятно сюда, здесь все равно оттанцевали, с некоторыми по 12 лет оттанцевали, как семья живет. В этом году детский образцово-художественный хореографический ансамбль «Радуга» отметил 25-летний юбилей. Дата большая, еще больше выпускников, которые делятся самыми добрыми воспоминаниями о «Радуге». Конечно, «Радуга» дала многое для каждого из нас. Она дала работу над собой, это в первую очередь не опускать руки и силы на чем-то. Вот ты, например, идешь, что-то делаешь, и думаешь уже все, я это брошу, но ты вспоминаешь, как ты занимался 12 лет танцами, и вспоминаешь, что нет, надо идти. Татьяна всегда говорила, надо работать над собой, идти до конца. Это, не знаю, урок такой на всю жизнь. В своем педагоге воспитанники говорят не иначе, как вторая мама. И сейчас уже будучи выпускниками, они спешат ее навестить, поделиться своими успехами, зная, что их помнят и им всегда очень рады. Чувства – это мои родные, это мои самые-самые родные детки, без которых мне очень тяжело, когда я вижу, ну вот, как дочка, как сын, как, ну не знаю, ну, теплота и теплота, и нежность. И мне нравится, что они успешные, мне нравится, что у них все получается, что они достигают поставленные цели и идут к вершинам. Настанет учебный год, и выпускники разлетятся по разным уголкам, продолжать учебу, вновь будут вспоминать репетиции, танцы, пожелания педагога и будут ждать новых каникул, когда встретятся вновь. Евгения Шамринко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» И это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Все наши выпуски вы можете смотреть на нашем официальном сайте tv-respector10.ru А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Отделом МВД России по Бугучанскому району разыскивается Бегишев Андрей Владимирович, 1992 года рождения, уроженец поселка Гремучий Бугучанского района, который в результате опрокидывания лодки на реке Ангара в районе переправы поселка Гремучий пропал без вести. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в ОУР отдела МВД России по Бугучанскому району по телефону 21-998-22-2-13. Хотите получать социальные гарантии? Не соглашайтесь на зарплату в конверте. Не лишайте себя права на безопасный труд, отпуск, оплату больничного, будущую пенсию. Скажи нет зарплате в конверте. Телефон горячей линии 22-5-18. Магазин «Наш Дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давида мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш Дом», улица Джапаридзе, 7М, телефон 333-50. Мы ждем вас! Хотите порадовать любимых неожиданным сюрпризом? Услышать свое поздравление в эфире? Программа «Музыкальная открытка» поможет вам в этом. Обращайтесь по телефону 22 766 или 21 202 и ваше признание или поздравление увидит весь район. Каждый четверг музыкальная открытка. «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok